Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня продолжаю дегустацию томатов. Вот утром я показывала, что я снимала урожай. Всё, что я сегодня утром сняла, сейчас мы будем дегустировать. И нам главное посмотреть не только попробовать сладкий ли он, но посмотреть ещё на содержание сухих веществ. То есть, если водянистый томат, его разламываешь, он истекает соком. Если он мясистый, именно мясистый, с маленьким содержанием сахара, то он на изломе, вот у него такая сахаристость. Вот это вечный зов. А, не буду пока ломать, покажу. Если изначально, помните, на первой кисти были маленькие, во время холода они не доросли, был неблагоприятный для них там климат, и они были очень маленькие, кто-то даже сомневался, что это вечный зов, то следующие кисти, смотрите, они стали похожи на то, что на картинке изображено, как близнецы. Только у меня я немного передержала, они немного лопнули. Но они лопнули, и как дальше, у них даже не началось гниение, видите, сухая трещинка. Ничего, я вырежу, я просто хотела выдержать до такой, до зрелости, до хорошей. Для тех, кто не помнит, что такое вечный зов, я сейчас быстро пробегусь по характеристикам. Раннеспелый, детерминантный сорт, с плодами великанами, для открытого грунта пленочных. Теплица растения не штамбовая, полураскидитая, высотой 70 см. В теплице, сразу говорю, вырастает выше. Низкорослый куст с тяжелыми, мощными плодами, массой до 900 г. Теплица поражает воображение. Плоды выровненные, крупные, плоско-округлые, глянцево-красные, очень мясистые, малосеменные, нежного сахарного вкуса. Сорт пригоден для употребления в свежем виде, для зимних заготовок. Урожайность достигает от 5 до 9 кг с куста. На одном квадрате 3-4 растения. Вот про мясистость, про его сейчас мы посмотрим. Я сейчас разломлю его. Ну вообще я уже говорила, что все крупные томаты, они почти все мясистые, сахаристые, если режим полива не нарушен. Ну конечно, видите, чисто арбуз. Он такой прям, видно. А, и вот про содержание влаги, водянистый он или нет, как определяется, для тех, кто не знает, сейчас расскажу. Когда мы разламываем томат, у водянистого томата обязательно брызнет сок, польется. У мясистого, у сахаристого вот такого сок никогда не выливается. Вы видите, что вот эта структура крупинчатая. Это вот как арбузная такая структура. Это говорит о том, что он действительно очень мясистый и очень сладкий. В этом году вообще очень сладкие томаты. Все с ним хорошо. Я сейчас обрежу вот эти трещинки и можно его употреблять. Все, вот эта дегустация сорта. Вечный зов. Единственное, что нынче из-за таких погодных условий очень жарко. Воды они недополучили. Он, конечно, не 900 грамм они, но все равно крупный, хороший, такой достойный уважения томат. Все, до свидания. Это была дегустация томата Вечный зов. На изломе сахаристый, мясистый, на вкус сладкий. Все.